третья позиция если вы довели до совершенства обработку почвы довели до совершенства семена вы делаете третий шаг по лестнице которая в конце дверь называется урожай это питание да питание питание как известно для растений 4 макро шесть микроэлементов до урожая 8 тонн больше 8 тонн уже 4 макро и 12 микроэлементов нужно применить вот до 4 тонн можно вообще микроэлементы не применять как таковые за все зависит от почвы и условий знаете у вас может быть богатая почва но если у вас нет почвенной влаги а со влагой только поступает микро и макроэлементы просения вы не получите достойный урожай поэтому тогда нужно перестраиваться и все это давать через лист потому что в листе есть всегда влага в воздухе есть влага и нужно это делать только маленькими дозами и часто туда максимальной потери урожая можно избежать а вот когда вы рассчитываете вот сейчас очень крестьяне они по сравнению там еще десятилетие я уже не говорю 20-летние давности продвинулись настолько вперед в этом вопросе просто как революция произошла если посмотреть сколько сейчас крестьяне применяют минерального питания микроэлементов сколько применяют и так далее цвета вообще просто небо и земля результаты отсюда вот эти вот сейчас результаты которые есть там страна вышла там мировые лидеры по производству пшеницы ну это предел конечно нет конечно не потому что опять несколько там взять в стороне там прибавка там 300 килограммов на всю страну в общем то ну 400 сил это много нет конечно мало это потенциал открыт нет отсюда надо больше на эффективнее применять не столько больше сколько эффективнее применять это питание работать только по фазам развития растения и нужно учитывать если ты даешь скажем 4 макроэлемента дал на 10 тонн гектара пшеницы среди там 6 микроэлементов дал 5 на 10 тонн гектара пшеницы ну или 8 тонн а вот один микроэлемент дал на 4 тонн гектара пшеницы то что ты дал все остальное на 10 то есть вот эти вот тоже моменты учитывать учитывать какой ph почвы какие-то удобрения применяешь при посеве какие ты весной даешь азотное удобрение потому что азотное удобрение есть жидкие гранулированные газообразные есть аминная аммонинная и нитратная форма и все это применяется для урожая но не меняется только количество азота это 31 килограммов совокупного азота который есть в почве которое вы даете на одну тонну продукцию а какой-то азот никакого значения не имеет только имеет количество и фаза развития дал между фазами просто совокупности это нужно учитывать при питании но это то что касается питания опять-таки инкрустация семян это обязательно нужно макро микроэлементы стимуляторы обязательно нужно вводить не только питание но еще и стимулировать растениях потребление питания обязательно нужно это делать в течение всего лавитационного периода времени потому что даже если когда дадите питание то не будет стимуляции растения скажем растение будет находиться в стрессе а значит стимуляции не будет проходи здесь но тебе придется подождать проходи здесь то вам уже обязательно нужно будет проходи здесь то он уже обязательно будет простимулировать растениях а иначе когда растение находится в стрессе она закрывается и не питание не принимает ни защиты ничего то есть обязательно нужно стимулировать питание поэтому находится растение в стрессе не находится растение в стрессе когда вы делаете даете стимулятор рост то они обязательно сработают то есть вы не имеете права рисковать знаете когда на встрече или не знаете а когда дали питание которое очень дорого стоит и без стимулятора можете попасть а можете не попасть вот ваша тонна то есть кажется мелочь такая стимулятором стоит копейки буквально смысле слова слова копейки а вы его не дали и то вы не получили то есть она была у вас дома понимаете многие производители фунгицидов они говорят наш фунгицид дает прибавку там полтонны урожая или тонн урожая нет это не он дает это растение заложило эту тонну а если ты фунгицид не применил болезни снимает до 75 процентов урожая да а ты дал фунгицид и в результате получил вот эти полтонны прибавки нет она была там ты просто сохранил фунгицид а не получил прибавку и здесь такая же самая история а сколько раз за период вегетации вы кормите какая урожайность урожай мы берем сначала влагу по влаге рассчитываем все наше питание и тогда зависимости какой хотим получить урожай даем такое питание но сначала то есть на одну тонну пшицы нужно 45 миллиметров суммарной влаги отсюда там получили скажем влаги на 6 тонн нет смысла давать питание на 10 тонн потому что ты получишь по влаге то на сколько влаги хотела ясно то есть закон минимум хорошо